Познакомимся сначала. Меня зовут Ольга Соколова. Живу я в городе Набережная Челны, Республика Татарстан. Напишите, пожалуйста, с каких городов вы. Будет очень интересно посмотреть нашу с вами биографию. А я пока продолжу знакомство. Мы сегодня пригласили вас для того, чтобы вы посмотрели о возможностях зарабатывать, находясь в декрете или совмещаясь с основной какой-то деятельностью, если вы ищете какие-то дополнительные возможности. Мы уже имеем результат в этом бизнесе 24 часа в сутках вместе со своей семьей. Муж рядом, дети тоже. И всегда их можем поддерживать. Мы многодетная семья, у нас трое мальчишек. Мы их воспитываем, плюс параллельно зарабатываем, сидя дома. Мы предприниматели, индивидуальные предприниматели. У нас уже огромная команда по всей территории России и странам СНГ. Спасибо большое за обратную связь. Московская область, Набережная Челны, Белгород. Всем привет из Москвы, пишет Катя. И Беребиджан у нас, Оксана. Ребята, спасибо за обратную связь. Мы продолжаем с вами. Как мы начинали? Первое. Вообще, я стала вздумываться о том, чтобы что-то менять, когда у меня родился третий ребенок. Это большая мотивация для изменения своей жизни. Это определенного рода шок, который я испытала, когда увидела две полоски на тесте. И что вот я стану уже многодетной мамой. А это еще больше ответственности. И нужно понимать, что с рождением ребенка его воспитание только начинается. На нас большая ответственность легла с мужем уже на обеспечение троих детей. И, конечно же, мы задумывались о будущем их. Каким образом их воспитать так, чтобы мы могли уделять им достаточное время. А каким образом их обеспечить, чтобы им хватало все, все хватало, да, для, ну, самое лучшее было у наших детей. Мы прекрасно поняли, что на наемной работе тех денег, которые нам нужны, мы просто сели и посчитали, нам не хватит, ребят. Я стала искать варианты, стала задумываться о развитии своего собственного бизнеса. Но на тот момент муж еще работал на наемной работе. Когда его сократились наемные работы, это дало опять понять, что наемная работа не является какой-то гарантией того, что сегодня ты зарабатываешь, а будешь ли ты завтра зарабатывать такие же деньги. И поэтому мы не стали больше устраиваться ни на какие наемные работы. Мы теперь эффективно развиваем бизнес с применением интернет-технологий. А теперь у нас семейный бизнес, и все мы вместе, мы свободные предприниматели. Мы приглашаем вас на такой же уровень жизни и даже лучше, чем у нас. Началось все с того, что я приняла решение развивать свой собственный бизнес и уходить с наемной работы, а вообще больше туда не возвращаться. Конечно, было желание, да, ну скажем так, не то, что желание, желания не было, но толчки к тому, чтобы вернуться. То денег не хватает, то муж остался без работы, нужен дополнительный доход. И вроде бы хочется, но так как я приняла себе решение, ну решение уже приняла не возвращаться опять в то колесо, так как белка в колесе, крутишься, когда только работа, дом, работа, дом, и не видишь своих детей. Я понимала, что время, которое ты отдаешь своему ребенку, оно бесценное, и оно не стоит тех денег, которые платят тебе на наемной работе. И несмотря на то, что было сложно, кто читал Роберта Киасаки, «Богатый папа, бедный папа», он там об этом рассказывает. Кто читал про квадрант денежного потока Роберта Киасаки, он тоже об этом там рассказывает. Я не хотела обратно делать шаг назад на наемную работу, но в тот момент я еще не была знакома с теорией квадрантов денежного потока Роберта Киасаки. Но когда я с ним познакомилась, я тем более поняла и твердо в своей позиции, что на наемную работу я себе дорогу закрыла. И как бы сложно ни было, на первом этапе, когда нет средств таких, которые нужно, но все равно мы идем к своей цели, добиваемся, и сейчас у нас есть уже постоянно денежный поток. За эти деньги, ребят, многие мамочки ходят на наемную работу, зарабатывают, тратят свое время, которое они могли бы подарить своим детям, дарят его своему работодателю и развивают его бизнес, но никак не свой. Как бы так, все началось с решения. До бизнеса была рутинная напряженная работа. Я работала в исполнительном комитете, заместитель главного бухгалтера. Ответственная работа была всегда, но я как ответственный человек, сама по себе, меня это особо не напрягало. Единственное, напрягало то, что я не видела, как растет мой ребенок. Мы даже с девчонками шутили о том, что нам не хватает на рабочем месте дивана, чтобы переночевать и душа, чтобы принять душу, чтобы не терять время на поездки туда-обратно домой. Потому что все равно такое ощущение, что ты дома не бываешь, что ты живешь на этой работе. И ребенок в это время растет без мамы, ну и соответственно без папы. Очень часто было, что он оставался у нас в садике, в детском садике со сторожем один, потому что у нас не было возможности его вовремя забрать. Как вы ругались воспитатели, вы не первые воспитатели забирали ребенка домой. Но потом тоже, конечно, предъявляли, говорили, у нас своя семья и зачем мы должны чужого ребенка забирать. Ну вот такие обстоятельства у нас были, а иначе мы поступить вообще никак не могли, потому что действительно так задерживали на наемной работе. Жесткий график, никуда не отпросишься. Если у ребенка какие-то мероприятия в детском садике, это все проходило без нас, мы не могли отпрашиваться с работы, никто нас не отпускал. Только в крайних случаях. И то, знаете, даже когда у меня ребенок болел, мне приходилось его дома одного оставлять. Даже до такой степени это доходило. Поэтому прежде чем вам выйти с декретного отпуска обратно на наемную работу, подумайте, куда вы будете тратить свое время и на кого. Я вам желаю, чтобы вы тратили только на своих любимых, на свою семью, вот так же, как у нас теперь сейчас. Где мы сами себе начальники, где у нас командная работа. Команда у нас классная. Команда продвижения, где вот прям с первых дней, с первых дней, ребят, уже чувствуется эта поддержка. Сначала вас поддерживают те, которые здесь уже разобрались в этом бизнесе. Потом вы будете поддерживать тех, которые будут приходить завтра, послезавтра. И вот эта мощь нашей команды, она дает о себе знать, дает положительный результат. У нас, между нами нет границ, они терты. Мы, я в своем городе, вы в своих городах, дома сидите за чашечкой чая и сейчас слушаете этот вебинар. И это очень здорово, что сегодня вы выделили время на то, чтобы узнать о новых возможностях, о которых я сегодня рассказываю. Здесь гибкий график, где вы сами можете подстраиваться под себя, под свои, какие, под свою наемную работу, если вы еще совмещаетесь с наемной работой и решили дополнительно найти новые возможности, потому что не видите возможности закрыть кредиты, например, ипотеки. И вы в этом колесе, и сейчас вам, вы хотите выйти из него. Вот это вот очень хорошая возможность сейчас разобраться, идти с нами вместе, с нами вместе зарабатывать удаленно. Здесь неограниченные доходы, нет потолка, как на наемной работе, плюс премии в долларах оплачиваются. Здесь работа и личная жизнь сбалансированы, иногда даже на личную жизнь уходит больше времени, чем на работу. И здесь есть возможность путешествовать, и это очень здорово. Мы сотрудничаем с компанией Арифлейм, ООО Арифлейм Косметикс. Наверняка многие знают об этой компании, о компании Арифлейм, потому что ей уже 50 лет на рынке. Я хочу, чтобы вы сейчас прослушали о возможностях, которые предлагает Арифлейм Косметикс. Каким образом можно с ней зарабатывать удаленно, прослушайте до конца, потому что многие думают, что с компанией Арифлейм можно зарабатывать только по каталогам. Но это уже древний век, сейчас 21 век на дворе, возможности расширились, и оказывается, с компанией Арифлейм можно зарабатывать намного больше, чем вы себе представляете, если быть бизнес-партнером этой компании. 50 лет на рынке говорит о ее стабильности и о том, что этой компании можно доверить себя, свою будущую жизнь, свое финансовое состояние и финансовое состояние своих детей. 62 страны мира об этом же говорят. Не чувствуется кризис в какой-либо стране. Если у нас в России во время кризиса исчезали многие компании, на моих глазах закрывались организации, и люди оставались без работы, то кризис в России на компанию Арифлейм в целом никак не влияет, потому что она в 62 странах мира. Это очень здорово. 10 тысяч предпринимателей уже в компании Арифлейм, которые сотрудничают с ней, и это количество постоянно растет. Это только в России. 3 миллиарда евро оборот у компании Арифлейм, это нам, как будущим предпринимателям вам, вернее, как будущим предпринимателям, и нам, как уже существующим предпринимателям, говорит о том, что с этой компанией стоит сотрудничать, у нее есть деньги, она не будет задерживать оплату по оказанным услугам. Почему Арифлейм? Конечно же, это не просто так. Мы, как и многие другие, выбирали из кучи других компаний. Во-первых, это известность. Это компания, которая постоянно на слуху. И, как я уже сказала, говорит о том, что эта компания еще долгие годы будет существовать, и мы можем обеспечить себя, своих детей и своих внуков и последующее поколение. Как раз в компании Арифлейм именно так строится бизнес. Я об этом узнала уже, когда сама разбиралась и внутри смотрела, а не читала в интернете мнения неудачников или бабушек или своих подруг, которые ничего не знают о компании Арифлейм. Я сама решила разобраться. И вот как раз, что увидела здесь. Здесь официальный доход для меня, как человека закона, который был, работал в исполнительном комитете и всегда старался следовать закону. И всегда до сих пор стараюсь. У меня воспитана я так. Конечно же, для меня тоже, для меня важно было, что компания Арифлейм ведет все согласно закону нашей страны. Мало того, она заботится о наших, о нас с вами, о партнерах своих и всегда предупреждает о каких-то изменениях в законе. Всегда следит за тем, чтобы у нас все получалось в этом бизнесе. Всегда она стимулирует на новые достижения, на новые доходы, чтобы перед нами открывались эти границы. Компания платит только официальный доход. И здесь есть возможность создать пассивный доход. То есть за единожды проделанную работу, за ту работу, которую вы сейчас будете делать, вы будете получать много-много раз эти денежные средства. Не только вы, но и ваши дети и ваши внуки. Здесь не надо никаких финансовых вложений, это тоже важно. То есть все уже под ключ вам предоставляется. Интернет-платформа, методы работы, все инструменты, которые вам нужны. И наш многолетний опыт. У нашей команды, команды продвижения, опыт уже более 15 лет. Уже многое количество выращенных директоров и предпринимателей ушли из нашей команды, ушли, дальше развиваются. Но некоторые, конечно, чему-то научились, начинали там свой какой-то путь. Но изначально учились они здесь, знания приобретали. В основном те, которые являются профессионалами своего дела, они здесь развиваются эффективно и получают большие деньги. 500 тысяч получают у нас наши вышестоящие информационные лидеры за каждые три недели. Сейчас они уехали в Оксфорд для того, чтобы устроить своего ребенка на обучение в Оксфорде. Представляете, вот такие возможности ждут и вас также. А выполнять нужно простые действия, о которых я вам чуть позже расскажу. Это надежная компания-партнер, проверенная временем. Если молодые компании, которым еще нет трех лет, после трех лет еще нужно посмотреть, будет ли эта компания существовать. И стоит ли ей доверять, когда она только-только на начальном этапе, хотя предлагает там какой-нибудь классный маркетинг-план и золотые горы. А будет ли существовать эта компания в десятки лет дальше, потому что многие не выдерживают. Компания Арифлейм проверенная временем. Она существует уже 50 лет в этом году, юбилей у компании. Она проверена и кризисами, она проверена и ростом прибыли, да, то есть и положительными моментами, и отрицательными моментами. И компанию Арифлейм многие конкуренты даже боятся. Я знаю, что, оказывается, конкуренты просматривают наши мероприятия, которые компания устраивает для своих партнеров, для того, чтобы найти там какую-то информацию, перевернуть это на свой лад и использовать в своих каких-то корыстных целях. Вот, если честно, ни компания Арифлейм, ни мне нет дела до других каких-то сетевых компаний. Но эти сетевые компании до такой степени боятся компании Арифлейм, что начинают сочинять какую-то неправдивую информацию. Поэтому не верьте никогда тому, что говорят, верьте только фактам. Смотрите серьезно, да, на факты. Смотрим на факты, на цифры. Это честный прозрачный бизнес, в компании Арифлейм все видно. И вот за все время сотрудничества, скоро будет уже три года, как я в компании Арифлейм, я ни разу не разочаровалась в этой компании. Наоборот, каждый раз я понимаю, как ценит компания каждого своего лидера, который здесь, да, каждого своего консультанта, каждого своего клиента. Это очень круто. Здесь есть качественный продукт. И это доказано не только там словами компании Арифлейм или мной, да, но это мнением многочисленных людей. Очень много зарегистрированных пользователей, лояльных покупателей, которые снова и снова приобретают для себя средства компании. Также качество продукта подтверждено экспертами, и есть определенные знаки качества. Также есть сертификаты на продукцию, а сертификаты просто так не даются. То есть они проверяются специальным контролем. Здесь в компании Арифлейм есть путешествие. Это единственная сетевая компания, где с менеджерского уровня уже начинаются путешествия партнеров. Мы сами путешествовали в Сочи, сейчас в Болгарию ребята поедут. Потом золотая конференция по Средиземному морю на шестизвездочных лайнерах. Это просто будет круто. 24 часа вместе со своей семьей и свободных график. Бесплатное обучение, где вам предоставят всю нужную информацию. Поддержка все 24 часа в сутках у нас уже обкатанная система обучения. И самое важное, это бизнес передается по наследству. Я сама лично видела тех людей, которые живут на деньги, которые зарабатывали еще и их родители, и путешествуют. Представляете, то есть за единожды проделанную работу много-много раз оплачивают, и этот бизнес можно передать своим детям. А самим жить на пенсию, которую заработал, или на инвестиции. А дети уже там продолжат. Первый год, если сравнить с наемным трудом, давайте сравним с традиционным бизнесом и с бизнесом с нами. В среднем, вот у нас в городе зарплата на наемном труде 15 тысяч рублей. И получается, что в год 180 тысяч. Традиционный бизнес в основном начинается с минусов. Когда я задумывалась, смотрела варианты создания традиционного бизнеса, кстати, спрашивала у банков про кредиты, еще не все банки дают, а наоборот говорят, что сначала индивидуальное предпринимательство должно просуществовать, и должен быть положительный баланс, да, то есть не было, чтобы там убытков в этом, в этой декларации у индивидуального предпринимателя, тогда только могут одобрить кредит. А так в основном не дают, потому что оно это очень страшный риск. Не все бизнесы начинают процветать, поэтому вот эти вот вопросики здесь и стоят. А что дальше? Ну возьмете вы кредит, но начнете раскручивать свой бизнес. В основном за 3-5 лет можно выйти только еще в ноль. Некоторые умудряются за 2 года в ноль выйти, это вообще молодцы, то есть они эффективно развивали свой бизнес, это было круто. Я столкнулась с тем, что никто не хочет тебя обучать просто так, то есть если хочешь работать по готовой системе, то нужно заплатить деньги. Это называется франшиза, франшиза стоит ну минимум полтора миллиона, сейчас даже больше, 3,5 где-то стоит. Я смотрела одну косметическую компанию, чтобы с этой косметической компанией сотрудничать, нужно франшизу заплатить, чтобы открыть вот такой вот магазин и продавать средства личной гигиены плюс косметические средства, такие же, которые у нас есть в компании Арифлейм. Здесь же можно создать такой же бизнес, но с нуля, с нуля, то есть без каких-либо вложений и уже с первого месяца получать доход. Да, он будет маленький, где-то рублей 500 платит компания Арифлейм по маркетинг-плану, но еще плюс вы можете зарабатывать немедленную прибыль от клиентов, то есть организовать товарооборот в вашем онлайн-магазине, 5-6 клиентов, которые будут заказы делать через вас, доставка организована в специальные сервисные пункты, в разных городах есть сервисные пункты от компании Арифлейм. Компания Арифлейм вам привозит с завода в сервисный пункт, вы забираете эти заказы и доносите до клиентов. Такое обслуживание клиентов у вас идет. И вы сразу себе можете забирать выручку 20%, то есть уже зарабатывать от 1000 рублей до 10 тысяч рублей каждый месяц. Немедленная прибыль называют. Но компания Арифлейм еще помимо этого платит согласно маркетинг-плану за организованный товарооборот. И что получается? Если организовать товарооборот в первом месяце с вашего личного магазина где-то примерно 6000, то вы получите 500-800 рублей. А если в следующем месяце вы приглашаете людей и обучаете их тому же самому, развивать этот бизнес, ваши товарообороты групповые растут. И вы выходите на следующий уровень лестницы успеха компании Арифлейм. Это 6%. И ваши доходы выросли уже 900 рублей. Третий месяц 1200 рублей. Четвертый месяц вы уже менеджер 9%. Это 1800 рублей и так далее. Конечно, у всех бывает рост разный. Это примерный рост товарооборотов и доходов. И что у нас получается? Вы можете сделать лучший результат, лучше, чем на наемной работе за один только год. Вы можете сделать результат похуже, да, в зависимости от того, сколько вы времени уделяли и как серьезно относились вы к этому делу. Ну, по нашему примеру получается, что пока, пока только 109 800, то есть пока поменьше, чем на наемном труде. Но фишка в том, что на следующий год вы начинаете уже не с нуля, а у вас есть созданная система, созданная команда партнеров. И поэтому ваши доходы начинают опять расти. Вы уже начинаете получать и премии в долларах, и путешествия, и так далее. И уже ваши доходы составляют более 1 миллиона рублей в год. А на наемном труде, вот у меня за 5 лет могу сказать, что не изменилось... Ребят, минуточку подождите, у меня звонок, ладно? Ладно, очень долго звонят. У меня за 5 лет, ребят, на наемной работе. Хоть до сих пор не поднялась заработная плата, как было, 18-20 тысяч, так и осталось. Так что, имейте в виду, вот это такие преимущества развития бизнеса вместе с нами. Какие результаты у меня личные? Это, конечно же, мы начинали тоже с нуля, начинали все это с 3%, и у нас были маленькие товарообороты. Потом создали свою команду, получали 15 тысяч, получали 20 тысяч. Большие премии получали тоже от компании Арифлейм. Все, что у нее в маркетинг-плане предусмотрено, все программы, которые есть в компании Арифлейм, они компания нам выплачивала. Если премия в долларах, то по курсу доллара на данный момент. И можно было, хоть перепроверяешь, хоть не перепроверяешь, но все было четко, копейка в копейку, за что я, компания Арифлейм, очень благодарна. Топ-1 мира Владимир Полежаев рассказывал, как он начинал. Он говорил, что я не доверял компании Арифлейм, я всегда ее проверял, копейка в копейку, все, они мне выплачивали, так ведь и не обманули. Так что, ребят, действительно, это стоит того, чтобы обратить внимание. А я справа, получается, внизу сделала скриншот, это то, что мы, это наш средний доход, то, что мы получаем без премий, чистыми, вот такая вот зарплата. В среднем получается где-то выше 30 тысяч рублей. За эти деньги, за эти деньги многие ходят на наемную работу. Сейчас, минуточку, я закрою дверь, потому что у меня тут мама пришла и немножко сшует. И поехали дальше. Каждый месяц нам, каждый месяц после того, вернее, каждый каталог, каждый первый четверг нового каталога нам компания присылает денежные средства за оказанные услуги по договору возмездного оказания услуг. Это, знаете, то же самое, например, кто работал бухгалтером, он знает. В определенной организации есть определенные потребности, ну, например, возьмем школу. Школе нужно, чтобы ей поставили новые двери. Школа заключает договор с индивидуальным предпринимателем, чтобы, ну, на определенные оказания услуг, да, поставить двери, постановка дверей. И школа оплачивает согласно этому договору. Мама, не мешай пока. Через, ну, не знаю, тут как-нибудь. Мама говорит, к ней лучше пока не приходить. Вот. Что, и что получается, ребят? Дело в том, что компания Арифлейм, вот если рассматривать, да, дело в том, что индивидуальный предприниматель, он не работает в школе, он заключил договор об оказании услуг и оказывает услуги. Да, конечно, там договор является краткосрочным, после оказания услуг он аннулируется, оплата произведена, никто не имеет каких-то возражений. Один сделал работу, другой заплатил. Здесь у нас долгосрочное сотрудничество, и договор автоматически бывает пролонгирован. И смотрите, каждые три недели после окончания каталога в первый четверг каждый раз компания без задержки оплачивает нам доходы по оказанию услуг. За что же она платит? Ребят, я вам сейчас вот здесь вот красным квадратиком это подчеркнула. Проведение презентации возможности Арифлейм, проведение тренинга «Успешный старт», проведение менеджерской встречи, проведение планерки с ключевой командой, проведение презентации о запуске каталога информирования об акциях и специальных предложений, проведение тренинга «Клуб» в персональной группе. Вот за такие услуги компания нам оплачивает. То есть пополнение и поддержание информационной базы покупателей продукции компании, привлечение потенциальных покупателей. Что здесь нужно как раз делать? Здесь нужно создавать свою клиентскую базу и команду партнеров, потому что с командой намного быстрее идет рост. Команду нужно обучать, рассказывать презентацию возможности Арифлейм и другие вебинары, тренинги, которые мы вот проводим. Это один из видов вебинара, который сейчас здесь проводится. И плюс поддерживать информацию, поддерживать клиентскую базу, рассказывать об акциях и распродажах. Ребята, я думаю, что это несложно, тем более этот бизнес вы развиваете только для себя, не для компании Арифлейм, не для своего наставника, потому что ваш наставник будет развивать, ну и развивает свой бизнес для себя. Здесь каждый развивает свой бизнес, но вместе в одной команде с поддержкой результат делается намного быстрее. Это доказательство того, что бизнес прозрачный, вот этот вот официальный документ, о том, что все прописано, дальше уже идутся цифры, за что платят, какой балл бонуса, какой процент активности, какой процент рекрутирования и так далее. Это все указывается. Ну и очень много признания вы получите от компании Арифлейм. Это вот мои значки, которые компания дает на менеджерском уровне. Менеджер 9%, менеджер 12%. Менеджер 15% у меня нет значка, так и не пришел, потому что практически я не была менеджером 15%, я перескочила на 18%, подтвердила этот уровень, мне дали значок, потом 22%. И сейчас на юбилейном банкете компании Арифлейм мне подарили еще и серебряный значок к камушкам. Это очень здорово. Про вас будут писать статьи, начиная со старшего менеджера, в нашем корпоративном журнале «Мир Арифлейм». То же самое, что есть у меня, может быть, и у вас, и даже лучше. Про вас будут поздравлять на региональных вебинарах вашего города, и многие увидят об этом. Ну и, конечно же, пиар в социальных сетях вашими спонсорами, вашими наставниками. Очень много признания. Посмотрите, цена, полторы тысячи человек, и мы там три девочки, красавицу стоим. Это лучшие залы ваших городов, крупных городов, столиц, куда будете приглашаться. У вас будут брать интервью, спрашивать, проситься, сфотографироваться с вами. Это как раз начинает уже новая жизнь, новые какие-то ощущения. Я могу сказать по себе, мне есть чем сравнивать. Это третий декрет, и благодаря компании Арифлейм он стал, ну и команде продвижения, конечно же, благодаря своей системе он стал очень ярким. Помимо всего прочего, здесь есть встречи со звездами, когда вы можете вживую на них посмотреть и послушать их песни. Вот одни из них, уже девчонки, которые были в этом году на мегафоруме, тоже видели некоторых из них. И ваш список будет постоянно пополняться. Эмоций, конечно же, очень много. Ну и самое ценное, это время с семьей. Когда мы можем в среди недели взять велосипеды, если это лето, и поехать. Обратите внимание, какая пустая дорожка, потому что все сейчас где-то на наемной работе. А мы можем позволить себе покататься, когда у нас, ну нам захотелось, да, потому что мы сами строим свой график. Я не хочу сказать, что мы совершенно не уделяем времени своему бизнесу. Бизнес и развитие его, особенно на первом этапе и первый год, у нас в приоритете. Но если нам нужно было пойти и погулять сегодня с детьми, конечно же, мы брали и делали. Если нам нужно пойти на собрание, к одному ребенку и ко второму, мы просто брали и делали. Потому что и папа дома, и мама дома мы могли сходить. Мы часто выручаем воспитателей в детских садах, когда они просят прийти на какое-либо мероприятие, потому что многие не могут прийти, а мы приходим. Как бы вот так, ребят, очень любим ходить в кафе, когда никого нет, в кинотеатре, когда никого нет, когда тебе никто не мешает, ты можешь расслабиться и чувствовать себя как дома, но с уходом за тобой. Тем более в это время как раз бывают скидки, то бизнес за бизнес, ланч, или в кинотеатре бывают скидки. В основном бывает кино, которое хочешь посмотреть дешевле, чем в выходной день. Вот такая жизнь, и я хочу, чтобы вы рассмотрели эти преимущества. Плюс путешествия, ребят, путешествия как с семьей, так и на международные конференции с компанией Арифлейм, где там полностью поглощаетесь в общение с командой, с другими лидерами, топовыми лидерами, где видите живых людей, добившихся результата, и можно с ними всегда пообщаться. Когда-нибудь летали в самолете, где самолет был полностью забит, можно сказать, с твоими единомышленниками, с теми людьми, которые думают так же, позитивными людьми, стремящимися добиться своей цели, с которыми ты можешь спокойно подойти и пообщаться. А мне с компанией Арифлейм повезло, так скажем, и я летала, вот как раз, видите, в самолете мы летим все вместе, и это было очень круто. Мы ездили в Крым, там лето, море Арифлейм, там мы собирались сами, конечно, деньгами, но у нас были организаторы, которые о нас позаботились, и наше путешествие в номере люкс, который мы бы сами ни за что бы не взяли, обошлось не так дорого, потому что организаторы договорились, все это сделать подешевле, и так как нас было много, ну, в смысле, мы организованно ехали, да, для нас были корпоративные скидки сделаны, поэтому наше путешествие с семьей было дешевле, нежели я бы поехала на море одна, да, одна со своими детьми, сама бы все организовывала, у меня бы болела голова, куда чего сходить, и как все организовать, где жить, и так далее. Вот, а здесь сегодня о чем не нужно было думать, мы приехали, когда в Крым, в Алушту, нас встретили в аэропорту, посадили нас в автобус, завезли до аэропорта, мы выгрузились, заселились в люкс-отель, в люкс-люксовый номер, вообще крутой был номер, ну, и, в принципе, жили, плюс еще подкачивали мозг, потому что там были классные спикеры, топовые лидеры, мои дети могли погулять, там были аниматоры, которые с детишками занимались, я могла их оставить, но вот малыш, конечно, у меня не хотел оставаться ни с кем, мне приходилось его везде с собой таскать, но и это меня не остановило, да, то есть мы нормально справились, нормально послушали и семинары, и поучаствовали, а когда уж он совсем там капризничал, я, конечно, выходила, чтобы другим участникам семинаров они как-то не мешали. Мы и на семинары походили, и попутешествовали, походили на пляжи, позагорали, потанцевали, у нас потом было пати такое на пляже, на самом крутом пляжном, получается, месте, да, где как раз принадлежало этому отелю, самый крутой отель в Алуште, и там были мы. Вот, поэтому с компанией Арифлейм все здорово, все на самом деле, даже мероприятия, которые проводит компания Арифлейм, занимает одни из, ну, даже премии получает. Оскары получают за лучшие мероприятия, которые проводятся у нас вообще, да, там в мире. И давайте теперь, что же нужно делать? Есть четыре направления сотрудничества. Можно просто покупать дисконтом от 20%, скидка, подарки, здесь экономия идет от 7000 рублей в год. Согласитесь, тоже деньги. Можно эти деньги сэкономить и купить один раз в год на 7000, ну, своему ребенку, на зиму, комбинезон, ну, например, да, вот по таким расходам, по таким расчетам. Сэкономленные деньги покупаете, на сэкономленные деньги покупаете то, что вам необходимо. Это своего рода тоже доход, когда денежки высвобождаются. Дальше можно продавать по каталогам, все это знают в основном. Здесь доходы от 1 до 10 тысяч в месяц, смотря как вы будете работать с клиентами, сколько у вас будет клиентов и так далее. Есть менеджер-оформитель дисконтных карт, который приглашает пользоваться продуктом со скидкой 20%, да, то есть оформляет дисконтную карту. Ну, и есть крупный бизнес, на который мы вас как раз и приглашаем. Это организационная деятельность, где вы будете являться самим лидером, организатора, директора, руководителя и так далее. Просто у нас здесь нет всяких там формальностей, как на наемной работе. Здесь каждый сам себе начальник, есть просто наставник, есть готовая система. Если этой системе следовать, то результат вам будет гарантирован. Если вы начинаете изобретать велосипед и придумывать сами свою систему, то мы уже не гарантируем результат того, что у вас будут доходы 50-500 тысяч в месяц. Что же нужно делать, что входит в функционал организатора бизнеса? А что нужно делать, чтобы увеличить доход? Мам, тебя видно? Нет, я не видно. Об этом сейчас я вам тоже расскажу. Итак, шаг первый. Нашла кандидата, которому интересны время и деньги. Шаг второй. Дала информацию, как зарабатывать с компанией iFlame. Шаг третий. Научилась делать то же самое. Назначить встречу, дать информацию и запустить в бизнес новичка. Как вы думаете, ребят, сложные эти три шага? Найти кандидата, заинтересованного в деньгах и времени. Закрыть ипотеку, например. Дать информацию о возможности компании iFlame, которую я вам сейчас рассказала. О возможностях я уже рассказала. Какие возможности здесь есть. Здесь есть неограниченные доходы, при всем при этом время с семьей. Бизнес можно передать по наследству. Это официальные деньги. И здесь можно путешествовать. Еще есть автопрограммы, где можно заработать на автомобиль. Где можно стать бриллиантовым директором. И тебе компания за твой рост предоставляет в лизинг автомобиль. Автомобиль. Если показываешь рост, компания, конечно же, оплачивает этот автомобиль за свой счет. И потом этот автомобиль приходит вам в собственность. Он уже не будет принадлежать компании. На президенте автомобиль просто берется и дарится за ту работу, которую вы сделали. Сложно, ребят? Как вы думаете? Сделать эти три шага. Найти людей, которым нужны деньги. И рассказать им о возможности компании Арифон. Но пока вы отвечаете, я продолжу. У меня в команде есть Татьяна Дворяткина. Она увидела предложение о работе на доске Авито. Это мама двоих детей. Сейчас предприниматель уже. Успешный предприниматель. Есть Екатерина Свинцова. Увидела предложение ВКонтакте. Мамочка, один ребенок у нее. Предприниматель. Евгения Полунина увидела предложение о работе на Бэйблоге. Мама, двое детей, банковский сотрудник. Сейчас пока в декретном отпуске. Ну, у нее есть еще и наемная работа. И развивает здесь бизнес. Пока совмещает. Екатерина Гаврилюк увидела предложение о работе в Инстаграм. Мамочка, двое детей. Сейчас в декрете. Стюардесса. Я живу в Челнах. Девчонки живут в других, в разных городах. Таня в Старомосковле. Катя в Ахтудинске. Женя в городе Медынь. Катя в городе Москва. Они сами делают для себя заказы, организовывают товарообороты. Я даже иногда не знаю, что они там себе заказывают. Но мы иногда делимся на то, что нам понравилось. Спрашиваем друг у друга мнения. У нас есть даже специальный чат, продуктовая коммуникация называется, где мы делимся своими отзывами, кому что понравилось. Кто советует. Я сама люблю почитать, посмотреть, что там девчонки берут покупать. Для мужчин тоже есть серия в компании Арифлэйн. Так что, мужчины, не переживайте. Здесь можно и для себя подобрать ту корзинку, которую все равно вы где-то берете. В любом случае вы тратите деньги. В любом случае. Потому что по статистике в среднем на одного человека затраты личной гигиены уходят тысячу рублей в месяц. Кто-то больше, кто-то меньше. Но тысяча рублей все равно уходит. Шампунь, мыло, зубная щетка, гель, паста. Если плюс еще сюда витамины посчитать, то там вообще на одного человека даже будет уходить где-то тысячи две или две с половиной. Семья, близкие, вместе, в совокупности, получается, покупают на 6 тысяч рублей. То есть, каждая семья моих девчонок на 6 тысяч рублей, это уже групповой товарооборот 24 тысячи рублей. Доход примерно полторы-две тысячи рублей с этого товарооборота. Понимаете? То есть, они зашли, каждый у тебя, я тоже в том числе, зашла в свой личный кабинет, оформила то, что мне актуально, а они оформили то, что им актуально. Вот так сформировался товарооборот. Компания мне как организатору, потому что я пригласила девчонок, заплатит согласно маркетинг-плану. Понятно, откуда деньги, ребят? Но это еще не все. У моих девчонок в окружении есть пять человек, которые моются и которым тоже нужны деньги. Если они приглашают свое окружение, своих людей, также зарабатывать вместе с нами и пользоваться качественным продуктом, нас уже 25 человек, и каждый сделал заказы на 6 тысяч рублей. Что получилось? Товарооборот 150 тысяч рублей, групповой товарооборот. И это уже доходы, как организатору, составят 15 тысяч рублей, примерно. У партнеров, моих партнеров, тоже есть в окружении пять человек, которые моются и которым деньги нужны. И нас уже 130 человек. Каждый сделал себе заказы на 6 тысяч рублей и уже получился групповой товарооборот 780 тысяч рублей и доход примерно 60-70 тысяч рублей каждые три недели. Ребят, вот таким образом и создается база активных консультантов, партнеров и клиентов. Понятна идея? На первом этапе, до директорского уровня, важно создавать групповой товарооборот. Это информационная коммуникация, приглашение на работу, даем информацию о возможностях компании Reflame. Кто-то, ну там люди сами себя начинают сортировать, кто-то остается партнерами, это наша ключевая команда, с которыми мы дальше развиваемся, обучаем, а кто-то становится просто клиентами, с которыми мы работаем и даем им информацию об акциях. Все таким образом формируется определенный групповой товарооборот. Если 6 тысяч групповой товарооборот, то доходы примерно 700-800 рублей, а если 12 тысяч групповой товарооборот, то это 900 тысяч и 200 где-то рублей доход, 25 тысяч это уже менеджер, 1400-2,5 тысячи рублей доход, и дальше доход увеличивается, растет до 22%. Вы становитесь старшим менеджером 22%, это открытое звание директора. Директор подтверждается 8 каталогов, знаете, как в спорте. Вот у меня тоже ребенок подтверждает свой пояс, который он заработал. То есть он заработал, например, желтый пояс, через какое-то время ему нужно подтвердить этот результат или подняться выше. Здесь у нас 8 каталогов подтверждается результат, то есть нужно быть 8 каталогов старшим менеджером. 22% можно не подряд, но в течение 17 каталогов, да, 8 каталогов, если вы старший менеджер 22%, вы закрываете звание директор и получаете за это 1000 долларов. А там уже начинаются самые лучшие доходы, на которых мы как раз вас и приглашаем. И зависят они от количества выращенных 22% групп, то есть от количества выращенных директоров в вашей команде. Если вы, у вас уже одна группа и есть персональная группа с 7500 баллов бонуса, то есть еще растут новые лидеры, новые группы, то тогда вы старший директор. И доход составит 45 тысяч рублей, при закрытии этого звания уже премия будет 1500 рублей. А если у вас две группы, две директорские группы, то вы золотой директор. В течение 8 каталогов подтверждаете это звание и получаете премию 2000 долларов. Если вы еще не получали 1500 долларов за старшего директора, да, и возможно за директора, сразу открыли 3 звания, то есть у вас вышло 2 директорские группы быстро, и таким образом вы стали и директором, и старшим директором, и золотым директором, то тогда вы получаете все премии разом. И 1000 долларов, и 1500 долларов, и 2000 долларов. Понимаете, да, в чем фишка? То есть премии не пропускаются. Они вам в любом случае будут платиться, даже если вы перепрыгнули свое звание. И это здорово. Ну и сами посмотрите, возможности не ограничены. Какой доход вы хотите получать? Давайте вот сейчас напишите мне в чате, какой доход вы хотели бы получать. Какой доход вам нужен для нормальной жизни, для нормального обеспечения ваших детей? Ну и себя, конечно, любимых. Напишите, пожалуйста. 80 тысяч. 200 тысяч у Оли. У Оли Денисовой 80 тысяч. Оль, ну это доходы золотого директора, старшего золотого директора. Это всего две группы. И плюс еще в Мадрид сейчас у нас идет квалификация, если будет звание золотой директор. Две группы сделать можно. Примерно 60 тысяч там доход. Старший золотой директор это примерно 90 тысяч доход. Это уже три директорские группы. Ну а если есть три, почему бы еще три не создать? И тогда быть бриллиантовым директором и увеличить свои доходы 180-200 тысяч в месяц, как хочет Оля Королева. Что нужно сделать для бриллиантовой квалификации? Это 6 директорских групп создать. Сначала создаете две, потом еще две берете, потом еще две берете. Вот так, чтобы было 6. И ведете их до директорского звания. Обучаете, ребят. Здесь нужно стать профессионалом в этом бизнесе. Здесь нужно стать бизнес-тренером. Здесь нужно уметь обучать людей и давать им всю необходимую информацию про этот бизнес. Знать, конечно же, преимущества маркетинг-плана и не только. И все грани сотрудничества с компанией Reflame. Потому что здесь есть не только маркетинг-план. Здесь есть еще и, как я вам уже сказала, время с семьей, еще раз повторюсь. Путешествия, очень много признания. Это уже за гранью маркетинг-плана. Здесь много друзей, которые вы будете иметь. Ну и плюс продукт компании Reflame, который дает вам здоровье, вам, вашим близким, вашим родным людям. Это тоже очень важно. Потому что каждый раз, когда мы поздравляем кого-то с днем рождения, мы желаем здоровья, а это и есть компания Reflame. Мы желаем благополучия, это тоже есть компания Reflame. Мы желаем позитива, это тоже здесь есть. Мы желаем финансового благополучия, и здесь это тоже есть. Вот как раз наши мечты компания Reflame осуществляет. А наша команда продвижения дает классную рабочую систему. Вот так выглядит план успеха компании Reflame с неограниченными возможностями, где помимо дохода можно получить одним чеком 1 миллион долларов. Представляете, и у нас в России этот чек был выплачен. Теперь дело за вами. Каждому достигнуть этот уровень и тоже получить такой чек в 1 миллион долларов. Кто хочет. От чего зависит доход? Вот Маша, директор, она начала этот бизнес в 2010 году. Иван, тоже директор, он начал этот бизнес в 2016 году. Как вы думаете, ребят, как вы думаете, ребят, зависит ли доход от периода, когда пришел человек? Вот Маша в 2010, а Иван в 2016. Не зависит на самом деле правильно, Ольга пишет, потому что маркетинг-план компании Reflame построен так, что здесь получает деньги не тот, кто пришел раньше, а тот, кто эффективно работает. То есть каждый из вас сейчас, кто сидит в этой комнате, может меня обогнать, быстро сделав свою бриллиантовую квалификацию, пока я еще там копаюсь, пока я строю этот бизнес. Поэтому обгоняйте. И что самое важное, что в этой компании нет такого, я слышала, что есть в некоторых компаниях такое, что сначала тебя стимулируют для роста, а потом, когда ты начинаешь своего наставника перегонять, тебя начинают немножко топить, чтобы ты не перегонял. У нас здесь построена так система, что каждый наставник, лидер заинтересован в том, чтобы вы перегоняли его. Потому что этот наставник будет уверен в завтрашнем дне и в своем бизнесе, что его бизнес будет развиваться дальше. Понимаете, это стабильность бизнеса называется. Поэтому здесь вы всегда будете хорошими и всегда вас будут хвалить за ваши успехи и за ваши достижения. Да, доход зависит от количества выращенных предпринимателей в вашей структуре, а не от того, когда вы пришли, когда зарегистрировались. Что дает компания-партнер? Компания на себя берет производство, исследования, новинки, каталоги. У нее есть свои собственные заводы, представляете, и институты исследования. С компанией Reflame сотрудничают многие профессионалы, ученые своего дела. Ну и вообще не только ученые, но и классные организаторы. Ну вообще классные парфюмеры, да, если говорить об этом, о производстве продукта. Это стилисты, визажисты и так далее. Доставку, логистику, бухгалтерию компания берет на себя. Рекламу, звезды, как я вам уже показала. Деньги, бонусы, заграничные поездки. Что же нужно вам, да? Что входит в функционал предпринимателя? Это проведение собеседований или бизнес-встреч, информационная коммуникация партнерам, то есть вебинары, чаты, рассылки, обучение партнеров, проведение бизнес-встреч. Еще коммуникация, информация об акциях и распродажах клиентов. Но мы об этом с вами уже не раз отмечали. Какие сроки у нас в среднем? У каждого свой срок, но в среднем бывает так. В нашей команде 4-6 месяцев доход 30-40 тысяч, 6-12 месяцев доход 50-100 тысяч рублей, 12 месяцев и более доход 100 тысяч, 500 тысяч рублей и выше. Где вы индивидуальный предприниматель, вы платите налог всего 6%, это выгоднее, чем на наемной работе, потому что там 13% налог платится. Ну плюс еще здесь нужно пенсионку платить и там тоже на наемной работе пенсионку платите, только вы об этом не знаете. За вас платит ваш руководитель, он вам не начисляет эту сумму, а отправляет ее в фонды, но в фонд оплаты труда эта сумма включается. То есть вот на вас, например, на наемной работе так это все формируется, на вас фонд оплаты труда 50 тысяч, например, складывается, да, 50 тысяч, убирается оттуда налог, ну вернее взносы в социальные фонды и на остаточную сумму с вами договариваются. Вот такую сумму мы будем вам платить, ну там 20 тысяч ваш доход. Согласны? Согласны. Но они уже подразумевают то, что за вас будут определенную сумму платить туда, в пенсионные фонды. Понятно, да, ребят? То есть получается вам не доплачивают эту сумму, ее перечисляют в пенсионные фонды и в страховые. Дальше уже из 20 тысяч, еще минус 13% идет налог на доходы физических клиентов. Ну это по закону, да, тут никак налоговую нашу не обманешь. 90% ребят, конечно, будут потребители, с ними нужно будет работать. И 10% только организаторы. Так, как мой день? Мы уже с вами заканчиваем, еще немножко потерпите, ладно? День предпринимателя. Подъем, детский сад в школу, ну сейчас каникулы в школу не идем, но в детский сад собираемся. Работа с командой, коммуникация, уход за собой, информация о продукте, отзыв какой-нибудь могу написать, приглашение людей, собеседование, домашние дела, работа с командой, посты в социальных сетях, добавление новых друзей, семья, дети, ужин, технические моменты, канал YouTube, контент-план, почта, организационные вопросы, чтение книги, сон. Ребят, посмотрите, есть у меня где-нибудь здесь то, что я пошла каталоги раздавать, или еще что-то, у меня этого нет, потому что я свой личный товарооборот организую на личном потреблении. Беру то, что мне необходимо. Помогают кто? Наставники, это менеджеры, директора и топовые предприниматели, которые здесь уже научились зарабатывать, и это очень ценно. Вебинарное обучение, онлайн, бесплатное, коуч-центр, планерки, личные встречи, корпоративы, конференции. Ну и подведем итоги. В чем же суть бизнеса? Это организация товарооборота путем создания потока людей в бизнес, где каждый будет покупать себе или организовывать товарооборот. Деньги откуда берутся? С покупок людей, с группового товарооборота. Что нужно делать? Рассказывать людям о возможностях бизнеса, обучать и помогать согласившимся сотрудничать. Кто будет помогать? Спонсоры, наставники, команда, компания. И что получите в результате? Постоянно растущий доход, нет потолка, который можно передать по наследству. Качественную продукцию, возможность экономии, возможность путешествовать и быть финансово независимым. Что нужно делать, ребят? Если вы не зарегистрированы еще, обратитесь к человеку, который вас пригласил на этот вебинар и возьмите у него ссылочку для регистрации. Потом он вам даст пакет информации, получите его, пошаговые действия изучайте, созвонитесь, обсудите все вопросы с человеком, который вас пригласил, это будет ваш наставник. Получите все необходимые инструменты, технологии встречи, выделяйте 2 часа, 1 час, да, это минимум просто. Так я рекомендую 4 часа в день как минимум выделять. Ну и самое главное начинать, начинать приглашать людей на встречу сначала к своему спонсору, пусть спонсор дает информацию про этот бизнес, а потом вы научитесь сами и сами будете рассказывать о возможности компании Арифлейм. У кого-нибудь есть такие вопросы, ребят? О чем вы думаете сейчас? Возможно, кто-то думает, что я не смогу, или это не мое, или вообще нет времени, или как-то сомнительно, или подруга попробовала, ничего не получилось. А что покупать? А есть ли гарантия дохода? В моем окружении никому ничего не надо, и надо подумать. У кого-нибудь есть такие вопросы, ребят? Напишите. Надо вкратце отвечать. Скажите, напишите, плюсик поставьте, если надо вкратце отвечать на эти вопросы. Плюсик никто не ставит? Ага, все. Все согласны сотрудничать? Отлично. Ну и напоследок я вам хотела сказать выражение тех людей, которые добились уже больших результатов. Миллионеры, миллиардеры, известные вам люди. Давайте с Дональда Трампа начнем. Это американский миллиардер, сейчас президент США. Что он говорил? На одном из телешоу его спросили, что вы сделаете, если вдруг потеряете все? Он ответил, я займусь сетевым бизнесом. Зрители засмеялись. На смех зрителей Трамп ответил, так, именно по этой причине я сижу здесь, а вы сидите там. Билл Гейт. С 2010 года будет только три вида бизнеса. Интернет-бизнес, сетевой бизнес, рекомендации, а это уже сегодня 90% бизнеса в США. Третий, те, которых уже не будет, потому что они этот тренд не заметили. Ну и Роберт Киосаки. Богатые либо ищут, либо создают сети, все остальные ищут работу. На этом у меня все, ребят. Вопросиков нет. Я была рада с вами пообщаться. И ждем вас в команде, кто еще не с нами. Все, всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...